Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылки на наш официальный телеграм-канал Amarkets с большим количеством аналитического контента. В общем, используйте эту информацию в том числе. Ну что ж, сегодня у нас наконец-таки день важных макроэкономических данных, не таких серьезных и значимых, как пятничные Non-Farm Perils, но мы к ним уже активно готовимся. В 15.15 выйдут данные от EDP. Это частная оценка. Я традиционно называю этот релиз как бы репетицией перед выходом официальных данных от Министерства труда. Если вы, друзья, согласны со мной, что пятничный отчет, релиз Non-Farm Perils, реально может пролить свет на план американского регулятора касательно процентных ставок, вы должны с нетерпением ждать сегодняшний отчет. И именно на основании сегодняшних данных мы с вами попробуем прикинуть в итоге, какие цифры нас будут ожидать в пятницу. Я склонен полагать то, что отчеты по рынку труда на этой неделе, скорее всего, не порадуют покупателей доллара. Чего нельзя сказать о продавцах, которые могут получить еще одно подтверждение правильности подхода Федрезерва к сохранению стимулирующей монетарной политики. Помимо данных от EDP в 17.00 выйдет отчет о СМ активности в сфере услуг. На этой неделе в самом начале мы разбирали СМ в производственном секторе, он разочаровал. И полагаю, что сфера услуг, которая для развитой экономики один из основных секторов, мне кажется, что для США это точно больше 60% экономического роста. Если данные будут плохими и по данному сектору, соответственно, у нас будет еще больше причин говорить о том, что ФРС будет удерживать ставку низкой и программу количественного смягчения на текущие 120 миллиардов долларов в месяц, как минимум до конца этого года. Чтобы далеко не отходить от фона, связанного с США и, соответственно, от динамики доллара, я предлагаю разобрать в моменте, что у нас происходит. На самом деле, по индексу доллара самый настоящий день сурка. Вот уже третий день подряд мы в районе 92 пунктов. И, собственно, на этом же самом уровне закрыли прошлую неделю. О чем это говорит? Рынок хочет, конечно же, двигать доллар дальше, но пока что недостаток мощных фундаментальных триггеров. И все это потенциально будет закрываться сегодня. Решаться эта проблема отсутствия источников для волатильности сегодня, завтра и в пятницу. Поэтому, друзья, нужно быть предельно внимательными, контролировать риск и следить за загрузкой ваших депозитов. Это очень важно. Индекс доллара. Ладно, он низковолатильный по природе инструмент, тем более, что и без свопов. Но я знаю, что вы, многие из вас, активно торгуете с высокими плечами по риску. Поэтому я призываю вас быть предельно осторожными. Так вот, в последние дни и недели даже у меня спрашивают, почему я все-таки склонен полагать, что доллар будет снижаться. Факторов очень много. Причем, куда мы бы сейчас не посмотрели, то точно найдем базу, которая оправдывает наличие потенциала для дополнительного давления на доллар. Опять же, это статистика. Не хочу повторяться. Я думаю, вы помните отчеты не только этой недели, включая этот АСМ, который я только что для вас разобрал, но и отчеты прошлой недели. Слабая статистика указывает на то, что восстановление американской экономики будет не таким динамичным, как хотелось бы. Рост количества заболевших, числа случаев ковида, нового штамма, больше 100 тысяч случаев за сутки. Это максимальные показатели с начала этого года. Поэтому я снова напоминаю вам, что не просто так. Джером Пауэлл на своей пресс-конференции сделал отдельный акцент на сохранении нисходящих рисков, связанных с пандемией. Далее идем. Инфраструктурный проект, который обещают, что будет согласован в течение ближайших двух недель. Ну, ждем, собственно. Инфраструктурный проект на 1 триллион долларов, даже если будет какой-то консенсус, даже если в итоге цифра окажется ниже, как бы общий знаменатель и договоренности будут по более низкой планке. Все равно для американского фондового рынка это серьезный буст для дальнейшего роста. А я не склонен, друзья, одновременно покупать и доллар, и американский фондовый рынок. Поэтому я в данном случае полагаюсь на мощнейший восходящий тренд американской фонды и ставлю на снижение курса доллара. Мягкая риторика Паула. Ну, я даже не знаю, какие вам еще нужны доказательства. Вообще, все, что я сейчас сказал, кроме риторики Паула, можно забыть и просто сфокусироваться на позиции того, что сам американский регулятор пока что не собирается менять денежно-кредитную политику. И если вы, как рядовые спекулянты, сомневаетесь о том, что ФРС останется предан своему подходу, посмотрите на то, что происходит с американскими облигациями. Десятилетний трежер из которой сейчас котируется на отметке 1,18% это минимальное значение с начала этого года. Сам факт того, что доходности не растут, доказывает то, что долгосрочные ожидания по процентной ставке остаются такими же, как были в начале этого года и в прошлом году. И на таком фундаменте я еще раз снова делаю акцент на то, что у доллара не так уж и много шансов восстановиться. Поскольку доходности трежерис снижаются, поскольку мы постоянно говорим о серьезных инфляционных рисках, я напоминаю вам, что золото отличный инструмент для того, чтобы формировать долгосрочные позиции. И здесь цели, надеюсь, вы помните, вам известны. Жду выше отметки 1825 долларов за тройскую унцию. Что касается рынка нефти, 72-42 в моменте, есть локальная паника, которая обусловлена тем, что очень много регионов вновь задумались о повторных ограничениях. Причем в некоторых провинциях Китая речь уже идет о тотальных локдаунах, когда людям запрещается выходить на улицы. Я склонен полагать, что, скорее всего, это больше характерно для тех провинций, где ничтожные показатели по вакцинации. Поэтому давайте не будем проецировать этот негатив на всю мировую экономику и цепляться, зацикливаться на отдельных регионах, где ситуация действительно опасная. Последние показатели, индикаторы того, сколько нефти потребляется, какой спрос и какое предложение, все это по-прежнему указывает на то, что рынок остается в условиях дефицита, и это фактор долгосрочной поддержки для цен на них. Сегодня в 17.30 будут данные по запасам. На основании вчерашнего отчета Американского института нефти запасы от АПИ снизились как нефти, так и бензина. Думаю, что официальная статистика также покажет примерно такие же значения. Поэтому рынок нефти снова вверх. Австралийство против доллара. Здесь, скорее всего, у нас сформируется долгосрочная длинная позиция с целями 0,75-0,76. Резервный банк Австралии накануне подтвердил свои планы, начиная с сентября сократить программу количественного смягчения с 5 миллиардов австралийских долларов в неделю до 4 миллиардов. Соответственно, до заседания Резервного банка Австралии все ставили на то, что австралиец просядет из-за того, что новые ковидные ограничения, локдауны, которые действуют во многих провинциях Австралии, заставят Резервный банк Австралии не торопиться с решениями и занять выжидательную позицию. Но Резервный банк Австралии оказался верен своим прежним намерениям, поэтому политика будет ужесточаться. Давайте использовать эту возможность, тем более, что австралиец против доллара растет уже третий день подряд и 100 пунктов остается до 0,75. Доллар канадец. Цель прежняя, 1,24, сейчас котировки 1,25,27. Американский фондовый рынок в районе исторических максимумов 4,410 пунктов. Цель 4,500. Евро против доллара. Я поддерживаю идею тех, кто евро покупает. Я думаю, что 1,20 мы точно увидим очень скоро. Сегодня в 10.30 по московскому времени, 10.50 точнее, выйдут данные по активности в сфере услуг ведущих экономико-валютного блока и еврозоны в целом. После производственного сектора я не сомневаюсь в том, что и сферу слуха порадует. Поэтому еще один блок статистики фактически уже будет через несколько часов хороших данных, я имею в виду. И фунт против доллара рекомендовал покупки с уровня 1,3870, 1,3880. Сейчас котировки 1,3920. Мы растем. И фунту помогает. 70% вакцинированного населения. Низкие показатели. Ну, относительно тех уровней, которые мы видели буквально еще месяц назад. 20 тысяч новых случаев заболевания в Англии. В то время как сейчас. В то время как полтора месяца назад мы видели значение 50-55 тысяч. Я считаю, что это победа. Причем Англия снова открыта для туристов. Правда, с паспортом о вакцинации. И в этот четверг уже, собственно, завтра мы ждем заседания Банка Англии и потенциальный намек на ужесточение денежно-кредитной политики. Поэтому цель 1,40 и выше остается актуальной. На этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии. Всем пока.